Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео я расскажу про то, что делать с виноградом, вот когда он дорос таким образом до верхней проволоки. В одном из видео, где я рассказывала про шпалеры, я говорила о том, что высота шпалеры, в принципе, не обязательно ее делать такой высокой, она может быть того уровня, когда вы спокойно с земли сможете доставать до верхней проволоки. Поэтому высота может быть разная. То есть сейчас, вот сегодня, 15 июня, у меня зилга и русский ранний уже доросли, переросли эти верхние проволоки. Но у вас, если шпалера ниже, то это может случиться и раньше, например. Ну, либо большее количество виноградов до этих проволок дорастет. Что можно сделать? Вообще есть такое понятие, как свисающий прирост. Когда вот это вот, то, что там наросло. Ну, конечно, надо, если так оставить, побеги могут ломаться. Один год мы делали, то есть вот сюда немножко отступало, здесь привязывалась еще одна проволока. И вот эти вот побеги, они вот так свисали к земле. И вот зилга у нас дорастала до верху и полностью до низу. Ну, смотрите, какие нюансы. В наших широтах вообще не актуально. Кроме того, шпалера, вот конкретно эта, например, она двуплоскостная. И представляете, если еще с каждой стороны пустить вот такой прирост. Куст плохо проветривается. Ну, опять же, возникает вопрос заболеваний. То есть это бессмысленно делать в наших широтах. Где это делают? В более южных регионах, когда есть даже невероятность. Часто подгорают ягоды и таким образом их перетеняют. В принципе, питание вот на таком уровне вполне будет достаточно. Кусту для того, чтобы ягоды хорошо вызрели. Итак, что же будем делать? Хотелось мы будем следующее. Нам надо этот побег обрезать. Но, что важно, чтобы сверху в пазухах листьев у нас были пасынки. Неважно, какие они будут. Вот такие вот уже большие. Либо совсем еще в зачаточном состоянии. То есть винограду нужна точка роста. Что такое точка роста? Точка роста это у нас вот эта вот верхушечка. Если мы ее прищипываем, в таком случае начинают больше развиваться, например, вот эти верхние пасынки. Но если вы их выломаете, то в таком случае вот здесь точки роста не будет. И это чревато пробуждением тех почек, которые закладываются на следующий год. То есть так делать не надо. Мы верхушечку обрезаем. Мы смотрим, чтобы у нас там было два пасынка. Вот получается один. Вот второй. И здесь я это обрезаю. Все, теперь вот эти пасынки начнут расти. Потом дальше мы их же будем обрезать приблизительно так же. Ну, до тех пор, пока уже полностью рост винограда не остановится. Ну, вот еще один у меня такой побег. Я его привязываю. Ну, чем удобнее проволочки, что они остаются. Один раз вы на них потратились и все. Ну, вот смотрите, вот у нас один пасынок. Усик ему можно убрать. Здесь, вот в пазухе листа, я сейчас приближу, второй. То есть вот здесь можно обрезать. Конечно, можно было бы это сделать чуть позже, но раз я уже залезла, я обрежу. И вот этот вот, вот эта маленькая почечка, она вполне хорошо пойдет расти. Все, верхушечку обрезаю. Ну, и так прохожусь по всем моим виноградам. Ну, еще пару слов, о чем хотела сказать. Тоже, когда рассказывала про шпальеры и показывала вам эту шпальеру, обещала показать, что здесь. Смотрите, спасенки. Они прищипнуты, все обработано. И вот между домом и виноградником вполне возможно даже пройти человеку. Ну, а здесь вот такая вот красивая зеленая стена. Обещала еще показать на беседке. На беседке, конечно, не так доросло. Но помню, там еще молодой виноградник. Фактически при правильной формировке, смотрите, у вас будет получаться красивая зеленая изгородь. Именно красивая, аккуратная и при этом еще и урожайная. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение под видео, нажав кнопку еще, мои контакты. По поводу приобретения черенков и саженцев можете обращаться. До новых встреч, пока!